Так, дёрнулся. Ты испугался или чё? Чё? Чё, с подушки не упал, дёрнулся. Я говорю, чё, испугался, увидел человека. Думал, что голая баба предстанет, а тут мужик бородатый. Бородатый? Ты чё, нет извращения, что ли, Гаврина? Мы пришли сюда людям возвестить путь спасения, потому что здесь много нехороших дел делается. Да, правильно. Мужики, половина мужиков голая валяется, никому не нужная, брошенная. Ни у одного жены рядом нету. Тебя кто здесь, скажи мне? Только без ругания, без ругания, ни одного слова плохого не говорить. Я не ругаю. Ну я и говорю, чтобы не сказали, чтобы... Вот я здесь научился. Кто тебя научился здесь сидеть? Что научился? Здесь сидеть как-то научился? Как сидеть? А у меня брат был, он, поверьте, брат, он парализованный был. И он зашёл сюда, и два ролика составил, и умер он. Но я стал смотреть, а у него там, с кем он разговаривал, там нехорошие матерятся люди. Я решил сюда прийти, я увидел это Содом и Гоморра. Это приготовлено к огню, к сожжению Богу. И я уже здесь. Люди покаялись и верили в Евангелие. Не жили для сатаны в грехах. Чтоб душа не погибла в аду. У вас, может, какие вопросы есть? Как душу спасти, как в ад не попасть? Да я послушаю, что ты скажешь. Мы сейчас скажем то, что у нас написано в нашей святой книге, которая называется «Библия». Здесь говорится о том, как Бог сотворил человека, Адама и Еву, как они согрешили, как Господь изгнал их из рая. И далее история развивается в 5508 лет, Ветхий Завет, рождается Христос. Прошло 5500 лет. А далее, в 30 лет Господь наш Иисус Христос выходит на проповедь. Дает законы, правила, как жить. Я не смотрел просто в твою сторону. Смотрел туда, и возраст твой не видел. Думал, какой-то тролль очередной. И поэтому я не говорил тебе эти слова. Я извиняюсь. Я тысячу раз извиняюсь. Прости меня за это. Это грех. Помоги Господи. Мы стараемся. Мне 80 лет. Вот старовер, да. Наши корни из староверов. Но мы ходим в православную церковь. Открытую, патриархийную. Родители наши и нас, маленьких дрожили, называли киржаками. Ну, хорошие люди, хорошие. Их женщины, баптисты, вот есть, женщины платки носят, голову накрывают. То есть, богу верующие люди, бога боятся. Мы кавказцы, мы кавказцы уважаем таких. Мы кавказцы уважаем. У нас большой канал, канал большой на ютубе, называется «Во свете Библии». Там вы увидите наших женщин, как одеты. Это редко, где два платка, как они идут. И когда они идут по городу, а летом бывает на дорогах, работают там таджики, узбеки. Они, как увидят, работать перестают, смотрят. Наши сестры, наши сестры. Мы говорим, это православные. Нет, это мусульманки идут. Они длинное платье, все закрытые, как в хиджабе. У нас очень строгая дисциплина. И вы можете найти, увидеть это во свете Библии. У нас там 14500 роликов. Мы деревню православную отстраиваем. Удачи тебе, удачи. Спасибо, Христа. Я буду молиться за тебя. Я мусульманин, но я буду молиться за тебя. Как тебя звать-то как? Если люди уверовали в Бога, если люди Бога уверовали, они добрее станут. Не важно. Вам и бояться не надо будет. Бог православных тоже был мусульманином. Он правоверный. Он единобожье. Это все одно и то же. От одного ветвы все идет. Мы все братья на земле. Удачи тебе. Да. Одно солнце, одна луна, один воздух. Одна земля. Да. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Юноша, да будешь ты благословен у Бога за добрые слова. Что? Да будешь ты благословен за добрые слова, чтоб тебя Господь охранял, чтоб с собой несчастного случая не было. Да, хорошо. Удачи вам в жизни. Спаси Христос. С Богом. О Боге, о вечности. Ну, о вечности. Ну, вот можете спросить. Только что друга не было. Ни одного плохого слова не слышно было. Да, конечно, конечно. Я слушаю вас. Ну, вот смотрите, да, вот, что на земле вот творится вот сейчас в это время, чем было раньше? Раньше было проще жить, чем вот сейчас. Люди злые такие стали, либо вот что, на что можете ответить? Ну, то, что, как вы правильно сказали, когда Александр Александрович Солженицын получал Нобелевскую премию, ну, а там же все, расстрелы, расстрелы, что было. И он говорит, я еще в юности слышал от стариков такое слово. Люди забыли Бога. Отсюда все. Все отсюда. Почему он блудит? Потому что Бога нет и ни за что не отвечать. Почему ворует? А Бога нет не отвечать. Почему убил? А Бога нет не отвечать. А когда Бог есть, и после смерти будет суд Божий, о, тогда человек все время... Вот у меня пришлось так, когда я освободился, за Слово Божие сидел, а у меня фанатеку изъяли, наверное, самую крупную в мире. Ну, и судья оказался мусульманин. А до этого были... У меня 11 лет шел суд. 11 лет. Мурыжили, Верховный отменял. И, наконец, я выиграл этот процесс. А это не 2 рубля было. По государственным нормам это было 11 миллиардов рублей. Те, недонименированные. Вот. А им-то ответить нечем платить было. Вот я в Барнауне, нахожусь, в центральном районе, два дома в частную собственность, и 13 соток я получил. Компенсацию. По решению суда. То, что люди не верят в Бога. И я пришел к выводу, судьею может быть только верующий. Неважно кто, православный, там, баптист, мусульманин. Но чтобы он боялся Бога. Что если не так судят, то там ему за гробом тяжко будет. Там Гиенское озеро. Там демон, сатана. Как у вас шайтан там или кто говорят. Там будешь плачь и скрежет зубок. И я это везде стал говорить. Неверующие судьи не могут быть. Они обманывают. Они взятки берут. Верующий может только, вот так сказать, судьей быть только верующий, который крепко верит, что есть суд Божий. Как Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону зла, та и мысли, и дела он знает наперед. А то на смерть Пушкина писал. Вот так. А вот интересно, на Западе есть, там, в южных странах, когда свидетели спрашивают в графах, какой веры. А советский оказался там, кажется, Хромов. И говорит, а я атеист, коммунист. Его сразу отмели в сторону, иди отсюда. Свидетелем не можешь быть, тебе нельзя доверить. Свидетель должен отмечать точно, что видел, видел, свидетель. Само слово говорит. Ни на какие взятки не пойдет, никакие подделки коррупции не пойдет, верующий. Бог. Мне вот 80 лет, а я еще ни одного матершинного слова не сказал. Это грех. Меня так приучили с детства. Это никак нельзя. Мы умрем. А братья живете, да? Да, я не один сейчас брата жду. Мы живем, у нас большие семьи. У нас же аборты не делают. Вот нас 10 детей было. И благодарим Бога за все, что есть. Отец был инвалид войны. Мы без молитвы никуда. Мы молимся. А уже после армии, в 23 года, я впервые увидел вот эту книгу. Иблия? Да. И я покаялся. В это время работал на корабле. Я вспоминаю тот день. 1962 год. 27 сентября в 17.00 я встал на колени первый раз. На берег сошел с корабля, когда бабушке одной помогала, спросила, где тут молятся. Она указала. И вот так мой путь начался. Вот 56 лет я иду этим путем. Я встал с молитвы. Я совершенно другой. Я сам на себя смотрю, как бы со стороны. Это не я. У меня все есть. Я здоровый, крепкий, отличное здоровье, деньги, с выходом за границу. У меня просто широко открывалось передо мной поприще. Добиваясь разрешения, три курса в училище дать за год. По-английски, по-немецки или по-французски. Все предметы. А оказалось, мне этого ничего не надо. Я уверовал, когда начались гонения, тюрьмы, дальше пошла другая жизнь. Но я остался живой. А там, может быть, на корабле давно бы утонул. Вот как Бог сделал. Да. Всего доброго вам. Спаси Христос. С Богом. Если вы думаете зайти на наш YouTube, он называется «Во свете Библии». Там 14500 роликов у нас. А если по скайпу Игнатий Лапкин, по скайпу побеседовать, запомните, это Игнатий Лапкин. С Богом. Всего доброго. Храни Господь. У вас, может, какие вопросы есть по-духовному, что о душе, о спасении, о вечности, о смысле жизни? Можете задать вопросы? В чем смысл жизни? Так. Вы что хотели сказать? В чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы найти Бога, уверовать и примириться с Ним через голгофскую жертву Иисуса Христа, чтобы быть в раю, а не в аду, не в огне гореть сатаной. Как найти? И здесь, на земле, жить по любви, исполняя заповеди Божьи. Первая заповедь – возлюби Господа Бога всем умом всей крепости. И вторая, подобная ей – возлюби ближнего, как самого себя. А кто нас создал? Господь Бог Всевышний над нами. Невидимый вечный Бог. И солнце, и луну, и звезды, и землю, и нашу жизнь, и нас самих создал. А инопланетяне есть? Нету. Нету? Нету, нету. Потому что вот у нас центральная книга. Вот в ней все сказано. А сколько вам лет? А как думаешь? Лет 70. 80? Да, 70. Вот. Так ты еще в мою жизнь не знаешь, где я был. Сколько прошел тюрем, сколько меня мучили. Я живой остался. Вымораживали нас. Советская власть. Тогда преследовали за это. А я брал интервью репрессированных и распространил еще архипелаг ГУЛАГ. Насчитал на пленке. Библию, 50 книг аудио распространил. Вы на нашем канале, если зайдете, в Осетии Библии называется. Вы там... Вы служили? Так, минутку. А вы где служили? На Камчатке. Сколько лет служили? На Камчатке. А когда я вернулся оттуда, знаете, где Камчатка? Я, конечно, знаю. Да. А потом пришлось уже в ракетных войсках на Дальнем Востоке. Вот так. Вы военные в армии служите или как? В армии, в армии. А у вас наряды были? Да, конечно. Ну, наряды, какие наряды? Просто очередь подошла. А чтобы наказывали, меня никогда не наказывали. Господь по-другому сделал. Вот я вам сейчас задам вопрос. Скажите, вас в увольнительную отпускают в город? Да. На сколько? На сутки. На сутки. А у меня была увольнительная. 1 января мне выписывали до 31 декабря. На 12 месяцев. Я кому говорю, даже военный комендант, полковник, и говорит, такого нету. А когда я скажу, он говорит, а я не слыхал про это даже. А как так можно сделать? А вот, слушай, у меня позади был строительный техникум. Я работал прорабом в органах МВД, строго режимом лагеря. А теперь мне дали должность, я был рядовой, сразу старшину присвоили. И дали вот такую возможность. Ездить по Дальнему Востоку, техник, смотритель воинских зданий Дальнего Востока, ракетных войск. Смотреть, кому, когда, какую квартиру давать. Я должен смотреть жилье, определять и прочее. Вот такие должности бывали еще раньше. Это было в 60-м году. О Боге, о вечности. Мы можем вам... А вы, извините, извините. Так, только нигде не ругайтесь, чтобы ни одного слова плохого не было. Не, ну вы что? Вот. Я был начальником детского лагеря, сам основал его, 45 лет. И у нас особое правило. Мы тут делаем верующие христиане. Мы людям рассказываем, чтобы не грешили. Познали Бога, жили для Бога. А вы в Корее находитесь? Здесь плохого. Вы в Корее? Да-да-да, здесь плохого. Да-да-да-да. Так, вы ругаетесь или что? Вы плохие слова говорили сейчас, нет? Нет, нет-нет. Нет, это я плохо слышу. Так, тогда вопрос к вам. А вы кореец? Нет, я не кореец. А, ну а так-то, а как вы там оказались, почему? По работе. А что там, в Корее разрешают вот-то в канал заходить в Ютуб? В это, в рулетку и проще. Говорят, там даже телефоны нельзя иметь. Почему, почему? Тут очень развитая страна. Так вы в Южной или в Северной? В Южной, в Южной. А, так вот, а тут в Северную? В Северную, да, это уже другой разговор. Так, а вы верующий? Да. Да, Ислам. Ислам. А мы православные христиане. У нас очень хорошее отношение с людьми из Ислама, с магометанами. Мы вот ездили в миссионерскую поездку, так мы в доме Мулы ночевали в Азербайджане. Ну как вам, понравилось? Ну как вам? Да мы давно дружим. Еще, конечно. Очень грамотные люди. Жена на четырех языках может говорить, а муж на шести. Потом мы ходили в мечеть. Я там молился, кланялся, а потом там беседовали мы. У них между намазами время было. Мы прошли, у меня 38 томов вышло, книг. Я решил их подарить библиотекам мира. Мы в Барнауле живем, Алтайский край. И мы дошли до Владивостока, находка, а потом до Португалии, Лиссабон. Прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городов посетили. Господь положил нам на сердце. Я подарил на 35 миллионов рублей книги библиотеки мира. Для Бога. Там книги особые, потому что верующие. Как жить для Бога. У меня такая жизнь. Мне пришлось в пяти тюрьмах отбывать за Бога. Страдать. И все описано. Как, чтобы молодежь не была потеряна. Я начальник детского лагеря. 45 лет был. Сам образовал лагерь. Деревня православная у нас. Строим. Великий человек. Ну, великий, не великий. Но надо стараться. Живем один раз на земле. Да, да, да. Вы как думаете, сколько мне лет? Блин, я даже не знаю. Гадать не буду. 80. О, вообще не выглядите на 80. 80. Так у меня за плечами. Там меня 26 лет вымораживали, крутили, вертели органы. Что со мной так и не делали. А я остался живой. Для Бога. Мы прошли 6 мусульманских республик. Как нас там принимали. Как родных братьев. Я говорю, благодаря Всевышнему все. То, что мы молимся. Мы молимся. А мы знаем, где мы из города выезжаем. У нас палатка, как до Стархан. И мы молимся. Поднимаем руки. Если рядом работают мусульмане, дорогу строят. Они в обиду никогда не дадут. Конечно. Они любят. Я спрашиваю мусульмана. Что у вас самое главное, самое дорогое? Один только ответил. Не знают. Я говорю, самое дорогое у вас. Пятикратный намаз. Пятикратный намаз. Ты делай связь с Богом. И Господь тебя наставляет. Вот в чем дело. Совершенно верно. Верно, верно. Ну ладно, удачи вам тогда. Храни вас Господь. Если вы желаете, можете на наш канал зайти в Ютубе. Во свете Библии. Там 14500 роликов у нас. Все хорошо. На славу Божию. Удачи. До свидания. До свидания.